Всем привет дорогие друзья из солнечной Аланни! Сегодня мы продолжаем обзор магазинов в Аланни и приглашаем вас в Агденис Бутик, который находится на пятничном рынке в самом центре города. У вас уже знают этот магазин, ну а в этом видео мы сделаем обзор на новый сезон, на цены и на ассортимент. В Агденис Бутике вы можете приобрести большое количество товаров, начиная от футбола и заканчивая невероятно красивыми спортивными костюмами с большим количеством стразов. Конечно же в этом магазине есть и зимние вещи, такие как куртки, ветровки и пуховики, ну и конечно же есть вещи для детей, футболки, спортивные костюмы и также зимние вещи. В Агденис Бутике есть вещи также и больших размеров, большое количество брюк, джинс, ну в общем не буду вам рассказывать, давайте пройдем вниз и посмотрим, что же есть в этом магазине и по каким ценам в этом сезоне. В Агденис Бутике большое количество, большой выбор курток, как ветровок, так и зимних. Например, есть вот такая вот качественная модель. Цена мы делаем очень оптимальная, это в районе 80 долларов. Ну и конечно же у вас большой выбор зимних курток, для мужчин и для женщин. Она до середины идет на нано ворсеньках, качественная, натуральный мех, отстегивается. Это в районе 150 даже, 145 долларов. Есть вот такая куртка, она здесь вроде изначально как-то не так смотрится, но в одетом виде совсем по-другому. По фигуре она красиво сидит. То есть она ложится прямо на теле, как бы как вторая кожа. Это в районе 175 долларов. Есть и укороченные такие. А, еще укороченные вороты, есть разные цвета. Ну это наверху, укороченные наверху. Есть еще вот такой же, такая же модель, черная цвета и пиджаки. Пиджаки, ткань у нее шикарная, тоже сидят по лекалу. Вот вовнутрь можно посмотреть, как обработана подкладка. Те, кто знают, знают, что это такое. Это в районе 85 долларов. Тоже есть различные цвета и модели такие. Ну, как бы подлокотники, вставки. Самое главное, качество оно в одетом виде смотрится совсем по-другому. У них лекал хороший. И размеры, Рамиль Бэй, размеры пиджаков до какого у вас? Размеры до 58-го. То есть 58-й русский, 52-й наш. Это почти где-то 3-4 икса. То есть по размерам несколько. В Денис Будьке огромный выбор джинс для мужчин, для женщин. Для детей есть джинсы? Есть. Для детей. Для детской это в другой стороне. Да, шорты, джинсы. Давайте тогда по фасонам. К примеру, просто возьмем классику, без всяких лишних. Ну, без всяких лишних. Да. От 25 и до 100 даже есть. Как бы еще и дороже есть, но... От 25 до 100 долларов. До 100 долларов. Там уже они... Есть вот такие вот шорты. И джинсы у вас тоже разных цветов, да? Это идут шорты. Они тоже высокая посадка, легкие, сидят тоже идеально. Книзу приужины. Шорты в какую цену? Эти шорты у нас... Эти 30. 30 долларов. И есть, конечно же, вот такие вот оригинальные уже со стразами. Они, наверное, чуть дороже, да? Здесь и джинсы, считай, обработка, работа. То же самое, как бы посадка и лекал. Допустим, женщина одевает, она снимать не хочет, потому что комфортно. В какую цену вот эти же шорты? Эти у нас 38 даже. А, приживо здесь, да. Ну, застегивается тоже, как бы. Это более европейский вариант, но, как бы, русские тоже одевают. И они в какую цену? Они у нас 35. 35 долларов. Да. И вот эта вот ваша джинса, она как быстро выстирывается? Она уже, как бы, прошла всю обработку, здесь ее стирать. А если говорить о черных джинсах, вот, например, сзади вас, хороший пример. Черные джинсы. Эти, это не джинсы, это идут плотная ткань. Плотные брюки. Они не выцветают, не выгорают. Очень комфортная, высокая посадка. И они такие стричные. Плотные. Это вот как раз, допустим, на холод. Если потоньше. И в какой они цену? Они начинаются. А вот эти вот потоньше как раз? Вот эти потоньше, да? А вот эти потоньше. Ну, это чуть-чуть, чуть-чуть по другому ткани. Вот ихняя ткань, ближе, которая потоньше. Вот они. Вот эти более как леггинсы такие. Нет, это не леггинсы здесь. Ну, похоже. Гораздо приятнее. И в какую цену вот эти брюки? Они от 50 и выше. У них талия идет здесь шикарно. Обхватывает за бока. Ага, высокая талия здесь, да? Здесь высокая рючка. Вот эти вот приятные. Ну, такие, в принципе, почти у каждой женщины есть. Это классика. Была, есть и будет. Классические. Да. Вот эти вот очень красивые брюки. В какой цене вот эти брюки? Эти у нас 55. 55 долларов. Тоже темно-темно-синий. Но качество идеальное. Да, качество. Смотрите, уже чуть-чуть из дорогих. Вот эти вот тоже дорогие вы мне показывали. Эти дорогие, да. Вот эти вот бойфренда. Но мотня не висит. Они сидят идеально на любую комплекцию. Как 7-8 сделаны. Вот эти слегка уже дорогие. И в какую цену вот эти брюки? И в районе 80. А вот эти? Это тоже с этой серии. Вот это вот внизу то, что. И вот эти вот на пол. То есть они такие модные со стразами, с различными принтами? Модные, интересные, новые. Вот, допустим, вот такого плана. Шикарная здесь джинса. Смотрите, какая. И очень интересные вставки, да? Ну, пайетки как бы. Да. Ну, вот это вот очень интересная модель. И сбоку такие тоже полоски. И вот эти вот какой? Это 60. 60. Это джинса классные. Джинса? Ну да. И покрой. Качественные. И сразу видно, что они такие удобные. Прямо вот их наденья. Ну, самое главное это. Лекал покрой. Когда человек одевает их, как бы не хочет снимать. Потому что лекал в первую очередь. И качество. Вот такие вот есть интересные курточки. Укороченные курточки. Да. Как раз летний такой вариант. И мы вот так вот подбираем, допустим, штаники. Джинсы. А это вот так. И в какую цену вот эта курточка? Курточка получается 75. 75 долларов. И вот такие вот джинсы интересные. Ну, джинсы у вас, конечно, шикарные. Вот самых простейших, да? От классических до вот таких вот. От 25. То есть человек приходит, говорит, допустим, мне в районе 30-35. Покажите джинсы. Я им показываю. Как бы. Ну, кто-то любит вот такие вот оригинальные. Кто-то носит совершенно простые. Ну, на вкус и цвет, как говорят товарищи. Большой выбор. Вот я вижу здесь у вас джинсовые шорты. Каждый раз новое и новое поступает. Здесь вот обработка джинсы совсем. Ну, как бы. Здесь идет большой труд. Почти то же самое, что и джинсы. Джинсы. Но некоторые говорят, ну, как короткие, они должны быть дешевле. А работа идет такая же, как и у джинсы. Смотрите, больше. Эти у нас, ну, как бы в районе 68-65. Вот есть такие попроще. Это попроще, но здесь ткань тоже шикарная. Она со встречем. А, не в какой тему? Карманы хулиганов. Эти у нас 35. От 35 начинается. Есть такие же и брюки. А, такого декоратива. У них несколько цветов, да. Я вот себе такие брал. Вот эти очень шикарные. Делать не надо. Со встречи. Карманы хулиганов. Задние карманы скрытые. В одетом виде они вообще... Потрясающе смотрятся. Колено не вытягивается. То есть стирать, одевать бесплатно. И брюки в какую цену? Брюки от 60. От 60. Вот такого плана. Их несколько. Вот такие вот. А, то есть из одной ткани, но несколько видов. Нет, здесь идет структура ткани другая. Здесь совсем другая. Это однотонная, а вот здесь идут как бы вот. Вот эти вот богаче смотрятся. Те, кто предпочитает классику без всяких лишних, вот. Это у нас 50. 50 долларов. Да, но качественная. И еще как бы джинсы для таких немаленьких. Большие размеры. Большие размеры, скажем. До 48. Это получается почти до 60. Объем в талии 120. Ага, вот такие джинсы. Качество идеальное. Комфортная, необычная джинса. И легкие такие, да. И в какую цену вот эти джинсы? Эти джинсы у нас... Сидят 50 долларов. Идеально. Посадка лекал и ростовка. Некоторые говорят, допустим, мне сложно подобрать. Смотрите, здесь ростовка идет до 30. То есть придется еще даже обрезать. Ну обычно наши джинсы всегда получается, приходится обрезать. Потому что они превосходят свой стандарт. Да, да, да. Фабричные, допустим, 34, а здесь они 36. Но даже те джинсы, которые я у вас покупала, они тоже длинные. То есть приходится обрезать. У нас 32-го роста нету. У нас все 34 и выше. Но это очень хорошо, потому что они все любят короткие. А то, что длинные, да. Вот видите, на любой рост здесь тоже можно найти джинсы. И некоторые идут уже с ремнями, да? Ну да, ремни это для красоты. Не кожаные, но как бы все равно приятные изначально. Здесь совсем другая джинса. Необычная тоже. И ближе, как вот старые, есть же, говорят, хотим такое, которое... Выстали, как будто выстиранные уже. Выстиранные. Но очень богато смотрят. В среднем, опять-таки, джинсы от 25 до 100 доходит. Даже дороже. Но есть такие, которые тоже как эксклюзив. Но там они уже более модельные. Ну да. Ну минимальная цена получается 20-25. Ну есть и навороченные для таких, которые любят... Помоднее. Помоднее, помоднее. Вот эти вот тоже оригинальные. Ну и в такой серии как бы очень несколько... Очень много такого выбора. И в какую цену вот такие? Это находятся где-то в районе... 100 долларов? 100, но опять-таки. Самый крайний, это в районе 80-85. Мы стараемся как бы выступать. Скажите, пожалуйста, от чего вообще зависит цена на вещи? От курса доллара она зависит? Курс доллара, потом даже не то, что все ткань, пусть будет ткань, материалы, она все покупается и продается долларами. Долларами, да. То есть на рынке. Доллары закупаются, из-за этого как бы ценники тоже в доллары. Да, на самом деле, друзья, это очень важный момент, потому что вы иногда возмущаетесь, почему мы называем цены в долларах. Но само сырье, сама работа, все оценивается в долларах, да? Поэтому и цены идут в долларах. И труд, обработка, каждый день растет доллар, курс доллара, допустим, 5,3 было где-то месяц назад, сейчас 6,13. Хочешь, не хочешь, оно все растет. Поэтому переводите по курсу эти цены на тот момент, когда вы смотрите это видео. Вы можете его смотреть в мае 2019 года, а можете увидеть и в мае 2020 года, когда цены уже будут совершенно другие. Поэтому переводите по курсу, ну и, конечно же, приходите в магазин, только здесь вам скажут самые актуальные цены, да? Рамиль Бе, помимо джинсов у вас большой выбор футболок. Где-то 130 моделей футболок. 130 разных моделей, ничего себе. От девяти долларов и выше. От девяти долларов и выше. А девять долларов, это я покажу, допустим. Ну вот. Ага, самые простые игрушки. От девяти долларов. Материал шикарный. Размеры есть. Это без всяких лишних. А есть интересные, моднявые. Вот, допустим, вот это для наших клиентов 20 долларов. 20 долларов. Ага, тоже такая хорошая такая. Трикотаж шикарный. И хороших принт качественных. Работа, обработка. Оно, ее когда вот натягиваем, она не деформируется. Не деформируется? Есть такая работа, прям, не чувствуешь переход. Да, да. Это не наклейка. Ну, там своеобразная технология. Почувствуйте переход. Угу. Суперч. Она тоже вот не тянется, не ломается даже. Вот, наверное, на ролике видите, она с тканью вместе и расходится, и обратно уходит. Ну, и много, конечно же, со стразами. Есть люди, которым нравится. От них никуда не деться. Которым нравится такой вот, чтобы было... Цветные прям, очень много принтов разных. Шикарная ткань. Какой ценой вот эти футболки? Вот, потрогайте переход. Его не чувствуешь. Вообще нет, да. Ну, здесь уже идет качественная работа. И вот это вот все холодно, пресс. Это не клей. Здесь не выпадет ни один блесток. Как бы мы даем клиентам, чтобы они вот... Они некоторые переживают. А это до одной стирки. Я говорю, попробуйте выдернуть хотя бы один блесток. Здесь можно порвать ткань, но блесток не выпадет. Да. И в какой ценой вот эти футболочки? Минуточку. Эти у нас 25. Если говорить о женских вещах, свитерах, платьях, да? Здесь женский отдел. Это женский отдел, свитера. Они у нас начинаются от 30, некоторые модели от 25, как бы. Главное, чтобы по размеру попасть. И до 50, до 45. Они... Это не просто свитер. Те, кто уже как бы носил, уже знают, что это такое. И Турция бывает разная, как бы. Но в нашем случае Турция... Но качество здесь, как бы, уровень, как бы, шикарный. Очень хорошее. И это не вставленное, а прямо на нём вышитое. Соответствует всем стандартам. Оно не скатывается в ней приятно. Она не кусает, не аллергично. Тикотажные платья. Тридцать долларов. Тридцать долларов. Вот это тоже платье, да? Это тоже платье с длинного колонна. Они тоже тридцать долларов. Тоже тридцать долларов. Такие платья от 20 до 40 цены меняются. Вот, допустим, вот это вот платье 20 долларов. Продают некоторые дешевле, там ткань совсем другая. Форматика та же, вроде вот, да, вот комбинация. А вот ткань совсем другая. Мы стараемся брать качественные вещи. И ещё, как бы, есть вот такие вот свободные рубашки, которые можно одевать под что угодно. Они шикарные просто, да. Они в одетом виде, они... Вот я смотрю, и на вас тоже рубашка свободная, комфортная. Очень комфортная, особенно если натуральный шелк. Абсолютно верно. Она не ломкая. А хлопок натуральный. Хлопок. Она не ломкая, с ней ничего не будет. То есть, видите, её стирай, одевай, она смотрится шикарно, элегантно. Какую цену такая рубашка? Такая рубашка у нас 65 долларов. 65 долларов. Есть белые и есть чёрные. Есть ещё морозные. Есть ещё со стразами, да. В общем, выбор очень-очень большой. Потом есть вот такие вот брюки. Ну, здесь ткань. Почувствуйте. Она как гусарский фасон. Вот здесь вот слегка идёт, как вшит, но не висит. Идёт тоже по фигуре, да? Тоже по фигуре ложится боковые карманы. То есть, это в районе 60 долларов. Тоже интересно. Также у вас очень большой выбор, вот я вижу, толстовок, да, тёплых костюмов. Это с начёсом. Это не костюмы, это отдельно. Отдельно. Ну, я имею в виду, можно подобрать и низ, и вверх. Ну, низ ещё как бы скоро привезут. Ещё конкретно. Какую цену вот такая кофта? Это у нас 23 доллара. 23 доллара. И размеры? Размеры до 3Х. До 3Х. Размеры соответствуют от 20 и выше даже. И мужские, и женские? Нет, вот эта вот сторона женская. Женская. Вот, допустим, вот такая вот вещь. Тоже с начёсом? Нет, это уже не с начёсом. А, более лёгкая. Здесь тоненькая, но она не деформируется. Из такой ткани спортивный костюм. Это 30 долларов. В общем, большой очень выбор. И с капюшонами, да? Без капюшона. И вот такого вот плана. Вот с начёсом как раз идут. Это уже без капюшона. Да, без капюшона с начёсом. Есть с капюшоном, а есть без капюшона. И вот такие вот с начёсом какую цену? Это у нас 23 доллара. 23 доллара. Здесь вот такая вот женская. Женский вариант. А здесь не с начёсом, здесь она как полотенце. Да. Натуральное двойное строение. То есть и здесь, и здесь вот интересно сделано. Новая октань. Ну, как бы в том году. Но она тоже более такая тёплая. Тёплая, но тело дышит. Такого плана вещи от 20 до 35. Это уже отдел мужской. Это мужской. От 30, точно так же, как бы по толстовкам. От 20, в районе его 20 и выше. А вот такого плана 30, 35, 40, 45. Меняются цены. Ну и тоже огромный выбор цвета. Мы сейчас это всё как бы показывать не будем. Займёт очень много времени. Ну, например, давайте один ещё с капюшоном покажем. Вот такой вот более тёплый вариант. Это тройная ткань. Последняя с начёсом идёт. С начёсом. Толстовка. Но у них очень много разных видов. Чем строение ткани шире, несколько стирок она висит. А здесь строение ткани тоньше. То есть её стирать и одевать. Она не деформируется, не линяет. И в какую цену вот это вот? Это у нас 25 долларов. 25 долларов. А есть вот такая вот новая тема вышла. Тот, кто знает, знает. Это спереди. Они в чёрном и в таком цвете. А это вот сзади. Тоже интересно. Такие яркие, интересные модели. Под джинсы. Очень красивые. Водонепроницаемые. Это мужские и также есть женские варианты. Женские, да. Они в какую цену? Они у нас женские от 40 до 100 долларов. Цены меняются. Это на флизе. Это на флизе. Она не горит. Воду не пропускает. Тело дышит. Это пятислойка. 40 долларов такая? Нет, это не это. Женские есть. Там несколько моделей осталось. А вот это сколько? Это у нас стоит 90. 90 долларов. Это мужские на флизе. А есть на меху. Мех идёт у нас. Ну вот. Подобие вот такого плана. Вот есть и... И размеры. До 6 иксов. До 6 иксов. А это уже идёт. Ну это шикарная вещь. Она очень ноская. Она заменяет ветровку, толстовку, куртку. Некоторые хотят ветровку. Я им говорю, вот ветровка, тело не дышит. Мне чуть прохладно. Да. А это можно носить в домино-желете. Они в какую цену? Они у нас... Тоже есть разные цвета. Чёрные цвета. Чёрные я вижу. Серые, синие. Это 95 долларов. 95 долларов. Ну опять-таки, не жарко, как была жилета на теле. То есть очень комфортная. Вот. Выворачиваем. Открываете вовнутрь. Очень приятно. И он в какую цену? 85 долларов. Потом вот такие вот женские куртки. Как раз тоже, да, водонепроницаемые. Есть такие длинные и короткие. Вот эти вот. 85 долларов. Это не на флизе, а вот это вот. На новорсеньке. Ну это за угол. Это для того, чтобы комфортно было при движении, чтобы терморегуляция. Тело выводит излишнее, а вот дождь не пропускает. Дождь не пропускает. Дождь не пропускает. Она эластичная, комфортная, удобная. Как бы вот это вот мы продаем, слава богу, как бы никаких жалоб до сегодняшнего дня. А это вот длинные. Длинные варианты такие. Тоже комфортные. Например, мама с детьми. С детьми, когда вот, ну, не пачкается, комфортно ходить. В цветах черное, такое синее и грязно-белое. Размеры до 3 иксов есть. И вот такая вот есть. Такое пальто фирмы Турецкая Фирма. Икон. Оригинальная марка. И с чего начинаются цены на эти пальто? От 100 и выше. От 100 и выше. И есть такой же вот черный вариант. Очень красивый пальто. И еще вот такая вот, тоже красивая. Здесь трикатаж шикарный. Тоже не скатывается. Стирать можно в машинке. На подкладке здесь все грамотно все сделано. От 100 долларов. От 100 долларов. И есть вот такие вот пальто. Тоже с мехом. С мехом. Большой очень выбор футболок. Вы сказали, мужских футболок. Сколько видов у вас? 100? Где-то 130. А женских? Женских где-то 80 моделей. Если не больше. Вот, например, такие интересные модели. Какую цену вот эта футболка? Это 25. Но, опять-таки, здесь качество. Акцент на ткани. Она очень приятная. Тоже вот не деформируется. И видно, что не приклеено. А прям все вшито. И вот тоже не чувствуется переход. Вот видите, тянем, она тянется и обратно возвращается. То есть не портится. То есть футболки у вас от самых простых, однотонных. От 10 долларов. От 10 долларов. И до 40 даже доходят. Потому что там уже ткань другая. Вот, допустим, вот такая вот шикарная. Материал здесь. Потрогайте. Вот тоже, да? Вот такого плана. Ну, с черепом это на любителя. Да, ну, очень красиво смотрится. Вот, наверное, вот эти футболки одни из самых дорогих, да? Ну, не совсем из дорогих. Есть и еще дороже. Да, вот это в районе 45 долларов. Здесь вот точно так же холодный пресс. Оно не выпадет. Но оно видно, что оно впечатано в ткань. А это вот заклепано. Это хорошая, качественная. Ну, и вот такие вот, да, попроще футболочки. Это спортивные, видите, они... Самые обычные вот такие вот. Футболки от 10 и 8. Спортивные костюмы. Большой выбор. В общем, да. От 45 долларов. И доходит... Верх и низ от 45 долларов. Это комплект, но это одна из нескольких вариантов. От 45 долларов до 250. Есть там очень такие крутые дожди здесь. Шикарные. Это 48 долларов. Костюм. Тоже с брючками. Это Верх. А вот это низ. Вот так вот. Ну, и, конечно же, никуда не деться от костюмов со стразами. Они у вас тоже представлены очень... Да, очень широко. 45 долларов костюм. Вот такой костюм. А это штаники. Это Верх. Есть разные цвета, да? Я вижу белые. Да, красные, белые. Это с Микки Маусом. И есть вот такие вот самые дорогие. Ну, это тоже на любителя. Самые дорогие, да. Они с брюками, да, идут? Ну, костюм. Ну, костюм тоже. А брюки? А вот это брюки. А вот это брюки. И в какой цену такие костюмы? Здесь огромное количество страз. Этот у нас в районе 220 долларов. 220 долларов. Это дорогая. Большой выбор детского. Футболки детские от 8 долларов. Качественные. Моден Турция. Все фабричное. От 8 долларов. И до 20. Цены меняются. Потом детские спортивные костюмы. От 10 долларов. Ну, это одна из нескольких. Как бы маленькие размеры. От 10. Там вот такие. И выше. Вот такой вот костюм. Это вверх. А это низ. 25. Мужкие пола. Где-то как бы 60 или 65 моделей. Большой выбор. Ага. Разные цвета. Вот это пола у нас 20 долларов. Даже 18. Как бы. Ну, опять-таки. От 15 начинаются. Вот такие вот качественные. Это ткань пике. Она очень хорошо. Однотонная, да? Это тоже самое ткань. Такая же, да? Да. Обшита. Обшита грамотно руки. Покрой хороший. От 15 долларов. Здесь выворачиваете наизнанку. Очень хороший пошли. Все четко. Все фабрично. Как было пишется. Моден Турции. Стамбул. Ну, большое. Прям огромное количество моделей. Здесь показывать. Займет очень много времени. Пола у нас начинается от 15 и до 40. От 15 долларов до 40 долларов. Это зависит уже от форматики, от качества, от работы. И вот. Вот это вот из дорогих. Здесь ткань совсем другая. Она очень приятная. Это интерлок называется. Но он есть такой из приятной. Очень-очень как бы приятная ткань. Легкая такая. Светера от 20 долларов. От свитера от 20 долларов и до 50. До 50. Вот это вот кашемир с шерстью. Он приятный. Он не скатывается. На теле очень приятно. Не синтетично, не аллергично. Какую цену вот такой вот свитер? Этот нашим клиентам 40 долларов. Вот такой, да. На самом деле очень приятно. И тоже большой выбор цветов здесь у вас, да? Есть вот такие. Это идет с полувора. Там обычные мужчины крупные. Вот так вот интересные подбрючки. Тоже все фабричные. Это у нас 30. 30 долларов. 30 долларов. И пиджаки у нас. Вот такие вот интересные. Тоже фабричные. Пиджаки от 60 до 90 долларов. Меняется. Здесь, естественно, работа идет. Видите, какая видна. То есть вышита вся. Ткань дорогая. Лекал самое главное. Большое вам спасибо за то, что сделали такой подробный обзор по магазину, по ценам. Поэтому, друзья, добро пожаловать в Агденис Бутик, в Аланию, в Турцию. Все контакты этого магазина, как обычно, оставляю в описании к этому видео. Будет также номер WhatsApp. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к Рамиль Бею. Надеюсь, что вам понравился этот обзор. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Добро пожаловать. И всем всего хорошего. Пока-пока. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин